Известно, что одной из причин расставания Юрия Никитина и Ольги Горбачевой это были отношения с Дашей. Благодаря этим отношениям Юра похудела, стала выглядеть лучше. Даша сейчас с депрессией. Даша несчастный человек. Ты осталась на улице без денег. Он душил маму на куконном столе. Что ты делала? Я орала так, я срывала себе голос. Ты была тренером и партнершей Николая Тищенко. Да. Я когда мылась в ванной, я ему крикнула, Коль, принеси мне полотенце. Мне кажется, что зачатие практически произошло на паркете. Друзья, всем привет! Это программа «Без комплексов» на канале Алицкая. И я сегодня встречаюсь с экс-участницей одной из самых сексуальных украинских групп Никита – Нанай. На самом деле, это ее первое откровенное интервью, которое было невозможным во время ее участия в группе. Почему и о чем она молчала, мы сейчас узнаем. А вы пока, друзья, подпишитесь на мой канал, и там есть такой симпатичный колокольчик. Нажмите на него, чтобы не пропустить следующие выпуски. Ну что, пойдем знакомиться? Зирка! Привет, я Аня. Можем на «ты»? Конечно. Мы практически с тобой одного роста. У меня метр шестьдесят два. Какой рост у тебя? Метр шестьдесят шесть. Ну, в общем-то, одинаковый. Пойдем. Нана из Никиты. Так ее стали назвать с 2011 года. Девушка-танцор, работающая в продюсерском центре Юрия Никитина. Была выбрана на замену ушедшей из группы Никита Юлии Кавторадзе. Вместе с легендарной Дашей Астафьевой она продолжила эпатировать публику. Нарядами в стиле БДСМ, откровенными фотосессиями в глянце и эротичными поцелуями с Дашей в публичных местах. В 2016-м девушка исчезла из группы и до сих пор никто не знал истинной причины. Сегодня она известна как диджей Нана и готовит свое возвращение на сцену как певицы. Ее звездный муж, сонграйтер Софьера Тару Руслан Квинта, создал для нее песню, которая должна стать важным откровением. Твой первый образ в группе Никита? Первый костюм это было полное повторение того, что было в клипе веревки. То есть это две черные полосочки. И бабушка, я помню, рассматривает мои вот эти полосочки, говорит, это ты на голову одеваешь? Я говорю, да. Это резинка для волос. И с этими двумя черными полосочками мне нужно было выйти на премию РУ-ТВ. Я даже не могла поверить, что это происходит с нами, потому что на тот период это было что-то невероятное. Все выступление я очень сильно переживала о том, чтобы оно не свалилось, чтобы оно держалось на этом двухсторонний скотч, эта силиконовая полосочка, то есть мне нужно было... Я честно не думала о том, как я выгляжу на сцене, я переживала, чтобы этот скотч выдержал. Если ты не против, мы поговорим о твоем участии в группе «Никита» чуть позже, а сейчас поговорим о детстве. Ты сама киевлянка. Да. Из какой семьи? У меня семья Тонцоров. У меня папа и мама, они были бальной парой. Мне кажется, что зачатие и мое появление на свет практически произошло на паркете, грубо говоря. Потому что до шестого месяца мама выступала в чемпионатах. В принципе, вся моя жизнь — это паркет, зал, тренировки. Четыре года она меня отправила в школу Дирюгиной. Я была в одной группе с Аней Бессоновой. Был выбор между нами, кто же попадет на бесплатное место, но выбор выпал на нее, потому что папа. Но я, наверное, недолго расстраивалась. Меня сразу же отправили в балетную школу, в оперный театр, где мне начали ставить осанку, ручки. И после этого меня перевели в Вирского. Это школа-студия имени Вирского «Украинский народный танец». Наверное, ни для кого не секрет, что там не только словами тебя могли бронить, а и палки летели, и какие-то кроссовки педагогов тебя летели, потому что ты не дотянул носочек, ты не подтянул попу. Ты получал либо подзатыльник, либо еще что-то. И все время, как ты был немножечко наказан. Вот я сейчас понимаю, что все время, как... Ну, то есть это длится, мне кажется, всю мою жизнь, что я вот за что-то где-то почему-то была наказана. И я маме пришла, и говорю, мам, я решила, я не могу больше. Мама пошла, написала заявление, что она меня забирает с танцев. Они очень долго просили, чтобы она этого не делала. Они объяснили ей причину, почему они не хотят, чтобы я уходила. И эту причину я узнала только, наверное, после 20 лет, когда я уже начала работать в группе «Армия». Мне мама так, между прочим, вообще во время разговора, она мне сказала, что все-таки хорошо, что мы ушли тогда с Вирского. Я говорю, да, чего ты так решила? Она говорит, ну, я сейчас вижу, что ты находишься в своем русле, а там они хотели из тебя сделать солистку. И я говорю, в смысле солистку? Они говорят, ну, вот тебя больше всего заставляли что-то делать, потому что из тебя лепили человека, который будет солистом ансамбля Вирского. Так это разве плохо? Ну, вот я не знаю, почему мама тогда не повелась на эти уговорки. В детстве, в юношеском возрасте были какие-то комплексы? У меня было, мне кажется, миллион комплексов. Да? Да, я помню, у меня был такой случай в 13 лет. У меня только начала расти грудь. Ну, начала уже был второй с половиной размер. И был практически вот тоненький-тоненький лифчик, и сверху был гольф. И мы спустились в холл, и там было холодно. И естественная реакция, когда стало видно соски. И как-то мне так с параллельного класса мальчик пробегал, и он как-то так отреагировал. Ха-ха-ха! Ну, как-то засмеялся, да вы посмотрите. У меня что, грудь встала? И как-то он так это сказал, и для меня это было непонятным, неприятным. Я сразу же закрыла, сидела в пиджаке, сидела потом уже все время. И я поняла, что это то, на что обращают внимание, но не с хорошей точки, а этим могут меня как-то, ну вот что-то, я не такая, как все. И в каком-то фильме я увидела, что девочке нужно было быть мальчиком, и она бинтовала себе грудь бинтами. Я пошла, взяла у бабушки бинты, обмотала себе грудь. И я ходила несколько месяцев сапонтанной грудью, чтобы не показывать, что она у меня есть. Ждала, вот так вот сидела, ждала, когда вырастут у моих одноклассниц, чтобы уже быть с ними наравне, в плане того, чтобы не выделяться, потому что, ну вот эта вот насмешка этого одноклассника повлияла на меня. Отношения с отцом, я так понимаю, что они очень сильно на тебя повлияли. Когда мне было 4 года, они развелись. Я его каждый год поздравляла с днем рождения. И когда мне было 10 лет, я не знаю по какой причине, я не позвонила. 12 января у него день рождения. И я знала, что я его не поздравила, но ничего для этого не делала. Я думаю, ну я его увижу, поздравлю его с днем рождения. Написала, нарисовала ему какую-то открыточку. И где-то в январе, где-то в середине февраля мама посадила меня с братом на диван. Мы так-то жили на съемной квартире какой-то. И она говорит, папу больше нет. Ну я сижу, думаю, ну как нет. То есть она не сказала, что он умер или с ним что-то произошло. Она говорит, папу больше нет. Он очень сильно заболел. И его врачи не смогли спасти. И первое, что я себе придумала и возомнила в голову, что это произошло из-за того, что я его не поздравила с днем рождения. У меня это была такая прямо... Ну то есть я знала, что если бы я его поздравила с днем рождения, вот этого бы не произошло. И уже потом со временем я узнала от дедушки, что папа не заболел, папу просто убили. Он возвращался ночью с работы. И это же не помню, какой-то там 90-какие-то года. Лесной массив, то есть понятно, какой там контингент. И ночью воры подбежали к нему, что-то просили у него. А он всегда относился ко всему с юмором. Я думаю, что он начал сначала разговаривать и отшучиваться, говорить. В общем, они его с пистолета застрелили. Он всю ночь пролежал там. И когда его уже нашли утром, он еще был жив. Но от обморожения органов он уже не смог выжить. Я так понимаю, что потом мама вышла снова замуж. У тебя появился отчим. Да, она не выходила замуж. Они жили в гражданском браке. Через два года после смерти отца у нее появился молодой человек. Мы до этого жили в съемной квартире. И тут приезжает мужчина. Говорит, мы переезжаем. За нами приехала огромная фура. Мы начали собирать наши лохмотья. Переехали жить сразу с харьковского массива на Артема. Огромная квартира. У меня отдельная комната. У брата отдельная. Потолки 4 метра. Просто царские хоромы. Водители личные, которые возили меня с братом в школу, в лицей. Это все было очень прикольно. Но потом это начало перерастать в то, что... Ну как, он показывал, что я же вам даю деньги, значит молчите. У меня мама очень красивая молодая девушка. Мы когда выходили по набережной на баллоне гулять, на нее оборачивались все. И когда он это замечал, он дома ей высказывал, что у тебя там любовники в каждом подъезде. Он ее очень сильно ревновал. Руку он на нее тоже поднимал? Да. Один раз прямо при мне. Я увидела, что там происходит какая-то потасовочка. Прямо серьезная. Крик мамы. И я забегаю на кухню в тот момент, когда брат просто фигачит его костылем по спине, потому что он душил маму на кухонном столе. И я... Понятно, что когда он уже увидел, что я пришла, он как-то отскочил, что-то фыркнул, хлопнул дверью, ушел злой. И вот это было, конечно, состояние шока. И я поняла, что мы в тот момент оказались в золотой клетке, где с нами могли делать все, что угодно. Потом ему перестало нравиться то, что мы живем все вместе. То, что живет, например, две моих сестры, отчим, мама, еще его дети от первого брака и еще я с братом. То есть шестеро детей и взрослый. И я переехала тогда с братом жить к бабушке. По этой причине? По этой причине. То есть, по сути, как бы было условие, либо вы уезжаете, ну, то есть вы нам не нужны, да? То есть надо как бы избавиться от... Ну да, мы ему мешали. Пару человек, детей. Те двое детей от первого брака уехали к его родителям. Мы с братом опять-таки с замка вернулись, так сказать, в жилье попроще. И мама осталась с ним, с двумя детьми. Они переехали жить в Болгарию. Я продолжила заниматься уже в студии Тодеса. Когда мама говорит, ну, вроде все наладилось, вы можете опять возвращаться. Я говорю, так, ребята, вы там разбирайтесь. Мне нужно закончить школу, институт, у меня здесь танцы. После этого я как-то начала от них отдаляться. И в 17 лет я начала зарабатывать какие-то первые копейки. Нам платили 15 долларов за выступление. Мы танцевали 5 номеров, мы переодевались. Это были открытия торговых центров какие-то. И вот студия Тодеса. Ты жила с бабушкой, да? Я жила с бабушкой, с дедушкой и с братом. Вот мы жили вчетвером. И я зарабатывала там 15 долларов в месяц. И я считала, что я просто миллионер. И в какой-то момент девочки, которые танцевали со мной в Тодесе, они говорят, ты знаешь, сейчас идет набор в группу а-ля Пусики Долс. Говорят, и ты была бы шикарной Николь Шерзингер. Я. Конечно, куда бежать? Я побежала на собеседование. Это оказался Юрий Никитин. Я зашла в офис. Я думаю, ну, наверное, какой-то фанат Ирины Билойки и Андрея Данилка. Я же вообще не понимала, кто это, что это. Я зашла туда, меня встретил такой молодой, симпатичный. Пригласил в кабинет, начал со мной разговаривать, где я танцевала, что я умею, какое у меня образование. Я же все разложила по полочкам. Мне очень все понравилось, как он рассказывал про будущий проект. И он говорит, ну, вот будет у нас еще предварительный кастинг, поэтому мы тебе перезвоним. Ну, всем известно, что вам перезвонят, и это уже никто никогда не наберет. Но мне перезвонил менеджер буквально через недели-две. Пригласили сразу на фотосессию. Я говорю, так, а кастинг? Говорит, нет, вас уже утвердили. И вот с тех времен, у меня как-то вот с 2007, конец 2006, начало 2007, закрутился вот этот вот ураган, тайфун под названием группа «Армия». Все четыре стороны света нам не верили, а мы сделали это. Все четыре времени года нам не верили, а мы сделали погоду. У вас было пять девочек, насколько я помню, да? У нас было, да, пять девочек. Оказалось, что видят всех, знают всех, кроме меня. Мы когда спускались в метро, сразу обращали внимание на рыжую. И я помню момент, когда подошли и попросили, дали мне фотоаппарат и попросили меня сфотографировать. Ну, то есть как будто я шла просто как какая-то подружка, и тут меня попросили, чтобы я их сфотографировала. Мне так было обидно. Я думаю, ну, я не буду кричать и бегать, это же я, посмотрите на меня. Но меня почему-то мне так казалось... Вообще не идентифицировали, да? Меня не узнавали. Хорошо, как тогда так получилось, что эту серую мышку выбрали потом в группу Никита? Не знаю. Так, подожди, с этого места вы поподробнее, пожалуйста. Это произошло... Я не могу сказать, что меня прям выбрали в группу Никита. Меня тогда попросили заменить Юлю, потому что у нее были какие-то проблемы семейного характера. Я ушла, потому что все эти раздевания зашли слишком далеко. Это был бы стресс для моего мужа. Он человек непубличный, имеет свой строительный бизнес. И она не смогла поехать выступить, и у них было запланировано три концерта. И Юра попросил, говорит, можешь помочь заменить? Я, конечно, могу, да. Я побежала в зал. Так, а почему именно к тебе это предложение поступило? Вы были похожи внешне? Да, внешне мы были немножечко похожи. То есть темная девочка. Если накрасить, одеть костюм, плюс фигура, строение, я думаю, что из всех в армии я максимально подходила для этой роли. И меня попросили заменить на неделю Юлю. А потом он говорит, Юля не может еще на две недели, поэтому тут будет несколько концертов, немного. Мы пока ищем замену. Но ты помоги нам, выручи нас, потому что ты уже знаешь программу, ты уже поешь песни, хореографию, то есть и дашь, и с тобой комфортно. Давай вот помоги. То есть была просьба просто помочь, заменить, чтобы не было потерь концертов у группы Никита. Параллельно я работала в группе армии, у меня было такое, что в 7 вечера я крашусь и выступаю в составе группы армии, а это затянутый хвост такой высоченный, спортивные костюмы, каблуки. Я такая, хе-хе-хе, ну группа армия, шпагат, фляг, грандат, все, сели, сделали миллион трюков, какие-то песни, всех подорвали, разорвали. И в 11 я должна была срочно поменять, сделать себе другую прическу, совершенно другой макияж, одеть на себя другую нану. БДСМ, костюмчик. Да, какой-то по откровению, и все. Я уже, вот этого вот у меня уже не должно было быть. И потом просто в какой-то момент Юра говорит, ну ты знаешь, мы так и не нашли девочку в группу Никита, поэтому давай, давай ты останешься тут. Гонорары у участниц армии и у Никиты отличались? Ты это почувствовала? У меня была одна процентная ставка, и в том, и в том коллективе отличалась только из-за количества участниц и от стоимости коллектива. То есть, например, армия стоила 5 тысяч, а Никита стоила 8 тысяч. То есть, и я уже получала вот только вот эту разницу, потому что процентная ставка у меня была одна. Это, к сожалению, не так, как все думали, что если заплатили за выступление артиста восьмерку, то мы с Дашей себе по четверочке разделили и убежали. К сожалению, это было не так. А в этом и заключается быть сотрудником продюсерского центра. Сколько получали вы? 10 процентов. Вообще 10 процентов от? Гонорара. От гонорара. Ну, то есть, если 8 тысяч, то это 800 долларов. Да, но могу сказать честно, за 8 тысяч мы очень редко выступали. Получилось у кого-то получить себе классного, богатого кавалера, спонсора? У нас у всех все всегда было так вот по любви и скромно. И я думаю, что когда мы приходили со своими кавалерами в офис, это немножко расстраивало, наверное, продюсера в том плане, что он, наверное, хотел, чтобы у нас было что-то лучше, либо больше, либо богаче. Зачем ему это надо было? Чтобы меньше платить денег, сколько я понимаю, да? Ну, видимо, даже не то, чтобы меньше, просто чтобы финансовая часть и затраты вот девушек уже ложились на их кавалеров, а не на компанию Mama Music. Были моменты в группе, когда ты понимал, что, ну, это, блин, это too much. Продолжение после корпоратива, ну, потому что эти сексуальные образы, понятно, что это воображение мужчину, каждого, кто заказывал группу Никита, это 100 процентов были заказы на продолжение. Ну, я не поверю, если ты скажешь, что нет. Все беседы всегда ведутся с менеджером, и все деликатные приглашения или предложения мы уже выслушивали потом, находясь где-то, не знаю, в микроавтобусе по возвращению в гостиницу. То есть там шел четкий отказ, и это было, ну, я даже не знаю, как указание от офиса, что никаких приглашений, никаких ужинов, никаких обедов, ничего не позволяется. То есть либо это звонят сразу Никитину и с ним обсуждают этот вопрос, ну, а Юра, он же всегда умеет очень красиво съехать с любой темы. Просьбы мои какие-то, Юра, почему у меня нету на обложке какого-то там журнала? Он говорит, ты такая красивая, будешь. Про деньги то же самое, что вот немножко мы поднимем гонорар, и мы сразу тебе поднимем зарплату. Но гонорар не поднимался, а зарплата была та же. Потом он решил сделать ребрендинг, что в коллективе должно быть не две девочки, а три, что он хочет вывести одну участницу вперед, чтобы как бы было трио, начали искать третью участницу. Я это воспринимала со своей стороны, как, значит, я что-то не доработала, значит, я не смогла удержать коллектив в том составе, чтобы нас было две. То есть я что делала? Опять начинала копать в себе, что какая-то, значит, я не настолько сильная, не настолько яркая, не настолько достойная быть здесь, чтобы делить сцену пополам. Мне взяли в помощницу еще одну девочку. Я это воспринимала так, и я, конечно, в каких-то моментах, я и возмущалась, когда уже переходили все грани для меня дозволенного в плане того, что, а давайте девочкам оденем маски на сцену. Ну, тут уже, подождите, маски вы одеваете себе, либо мы втроем одеваем маски, либо маски не одевает никто. Ну, то есть, как бы, ну, вот, чтобы, как бы, слить нас со шторой задней, меня это не устраивало. Там я уже, конечно, возмущалась. Со стороны это казалось, что, ой, как у них все классно, все гармонично, все синхронно, они все такие ла-ла-ла. Но это так тяжело, когда ты не просто приходишь, и ты знаешь, что все, вот это мое место, и тут, как бы, сюда, на эту территорию никто не заходит. Ты постоянно должен пахать, вспахивать это поле для того, чтобы прорваться, пробиться. Какие отношения у тебя были с Дашей, оставь, юмой? Это был мой первый поцелуй с девушкой. Я уже с первых ноток, я уже переживала, что в конце трека нам придется целоваться. И я вот так вот задком чуть-чуть пританцовывая, я делаю так назад-назад, и я уже хочу просто убежать со сцены, потому что я не готова, превселюдно, съемка, какой-то там многотысячная аудитория, и тут я буду целоваться. Я еще и не знаю как. Ну, Даша так искусно меня как-то закрутила, завертела, мы допели, овации, фейерверки, и у нас случился поцелуй. И, наверное, ну, зрители были в шоке, понятно, но в большем шоке была я. Я от нее отпрыгнула, и я даже ни поклон, ни здрасте, ни до свидания, у меня просто снесло со сцены. Это был мой первый такой опыт поцелуя с девушкой, ну, а потом уже все пошло как по маслу. После поцелуйщика? После поцелуйщика, и, в принципе, и до этого мне казалось, что таких отношений не может быть, в принципе, потому что так как она меня приняла, и как у нас происходили вот с ней общения, отношения, и тот год, который мы были с ней отдельно, без третьей участницы, это был просто идеальный год. Я с ее стороны чувствовала поддержку, какую-то заботу. Она меня познакомила с родителями, она ездила к моей бабушке. То есть у нас была какая-то химия, любовь, и вот взаимоподдержка, взаимопомощь. Это был просто мой лучший друг, человек, родная душа. Я даже не знаю, как это назвать, но как потом выяснилось, я думаю, что Юра не сам придумал, что родная моя душа хочет стоять посредине, а я должна уйти назад и так далее. То есть это была немножечко, мне кажется, двойная игра. Юра слежал, что это Даша, Даша слежала, что это Юра. Посадить их двоих вот так вот и сказать, ребята, давайте вы мне расскажите. Ну, как-то до этого не доходили руки и, в принципе, мы никогда так вместе и не встречались. Всегда он вызывал нас по отдельности. И я когда говорила, давайте сделаем общее собрание группы, давайте сделаем вот так или вот так, всегда как-то вот все съезжалось. То есть это опять-то недовольно. Вот это вот отношение, которое было ко мне, такое внегласное, меня оно, конечно, очень сильно подавляло. И мне было непонятно, почему это происходит так. Почему со мной не могут просто поговорить, почему мне просто не могут объяснить. То есть я же говорю, мне постоянно приходилось выбивать ответы, на которые я никогда не получала, вернее, задавать, выбивать вот так вот вопросы, на которые не получала никогда ответы. Отношения с продюсером, насколько это история группы Никита. Возможно, эта связь была самая сильная у Даши, потому что она с ним как-то и на обеды какие-то встречалась. Об этом прямо именно говорили, намекали, что одной из причин расставания Юрия Никитина и Ольги Корбачевой это были конкретные отношения с Дашей. Об этом прямо говорили, намекали и не раз. Нет. Нет, это не Даша, это была другая девочка. Олеся Спелого? Да. Как я смотрела со стороны, мне кажется, что у них реально случилась какая-то химия, любовь, влюбленность, потому что мужчина меняется именно визуально, меняется на глазах только с той женщиной, от которой он без ума. Благодаря этим отношениям Юра начал заниматься йогой, он похудел, он стал выглядеть лучше. Вообще перестал пить алкоголь любой, то есть даже там 50 грамм вина он не употреблял алкоголь совершенно. То есть так вот на него повлияла эта влюбленность. Дальше я не знаю. Сейчас он продолжает медитацию уже вместе с Олей, да, Горбачевой, то есть вот эта практика. Юра сейчас проживает семь жизней счастливой женщины. Я считаю, что это прекрасно. Это большая проблема для современной женщины. У никого не было грамотного сексуального воспитания, сексуального образования. Очень много блоков, очень много неправильных форм общения присутствует между мужчиной и женщиной. Знаешь, просто какое у меня впечатление, что тебе на протяжении всей своей жизни, тебе говорили, Нана, это не так, это не то. Начиная с Вирского, где ты была, потом дальше ты опять не такая, потом отчим сказал, что ты опять нежеланный ребенок, дальше пошло-поехало. В Никите тебя сдвигали на задний план, во второй ряд. Где ты выплакивалась, где ты находила отраду? Эмоционально это ведь очень тяжело тянуть, вот это вот состояние, что что-то не так во мне. На самом деле это отвратительно, ужасно. Если бы я знала, что можно кому-то обратиться за помощью, профессионалам, я бы это сделала. Мне кажется, что моя бы жизнь сложилась бы по-другому, даже если бы я до 20 лет решила бы все свои проблемы, какая я была не такая. И я бы уже в той же группе Никита была бы такая, как надо мне в первую очередь. Потому что любые проблемы, которые я слышу от других, это мое восприятие меня же. То есть, значит, я в себе настолько не уверена, что я смогла поверить в то, что у меня не такая грудь, что у меня не такие ноги, как мне писали в комментариях, что там толстые короткие ножки. Когда человек в себе уверен, когда он наполнен изнутри, когда у него все отлично с головой, он даже, ну, ты это прочитаешь, и ты про это забудешь. Я мониторила каждую фразу. Все, что негативное про меня писали, и всю ненависть, которую вот изначально начали поливать с момента ухода к авторадзе, потому что все думали, что я такая хреновая, приперлась в этот коллектив для того, чтобы подвинуть обалденную Юлечку. Куда ты выплескала вот эти все эмоции негатив? У меня дома подушка, да, на которой я спала. Я прибегала, я спала, жила тогда у бабушки с дедушкой, я прибегала и просто ложилась, выкрикивалась в подушку, потому что кричать в квартире, ну, как бы, не поймут. И я выезжала в село, у нас есть, осталась еще хатынка 140 километров от Киева, я выезжала туда, заезжала в лес, ох, в лесу, конечно, птички выслушивали от меня, а я орала так, я срывала себе голос, я просто, когда ты бежишь, вот, не видишь, куда, щепки какие-то, эти ветки валяются, листья, и я ору по этому лесу, бегу просто, и вот, ну, когда вот ты настолько бессилен, и ты не понимаешь, что тебе даже некому сказать об этом, потому что все начнут тебя, моя ж ты бедненькая, моя ж ты несчастненькая, я счастливая, я богатая, я не хочу слышать, что у меня что-то плохо, и я поэтому никому об этом не говорила. Когда пришло решение уйти из группы, Никита, или тебя ушли, как было? Это была встреча с Юрой, когда он сказал, что давай мы поговорим, давай мы посмотрим адекватно на ситуацию, то есть уже были такие заходы, что особого продлевания контракта с его стороны не звучало, то есть не было такого, я так хочу продлить с тобой контракт, или вот давай мы, то есть этого уже не было, такое было вот холодное общение, и на все мои какие-то фразы, а давайте, было уже все. И он мне где-то в июле, в июне сказал, что вот в январе заканчивается контракт, давай принимать решение, да? Да, давай примем решение, что это и как это. Говорит, я, если честно, я не вижу вас больше вместе на сцене, у вас совершенно разная, так сказать, весовая категория, в плане того, что Даша, он считал всегда такой женственной, вот такой вот кошечкой, вот, а я для него всегда была все равно более спортивная, то есть я была Мелани Си, Николь Шерзингер, то есть мне нужно было все равно давать драйва, и он говорит, я Никиту вижу в более спокойном состоянии, говорит, а ты себя не чувствуешь спокойным, давай мы как-то это будем думать, либо ты будешь петь только ремиксы, ну, в общем, как-то так вот он уводил-уводил, и я понимаю, что это, блин, это переливание из пустого в порожнее, что мне не поступает предложение, что давай ты станешь сольной певицей, давайте вы вдвоем будете сольными певицами и так далее, что просто как бы красиво идет к завершению. В какой-то момент я просто зашла в офис и получила документы свои на руки, и все. Это произошло до Нового года, если честно, я рассчитывала, что я отработаю еще новогодние корпоративы, на самом деле это максимально неприятно, это максимально больно, и я не имею выходов тогда никуда и никому, то есть меня просто не стало на сцене. Через полгода где-то после моего ухода Даша ушла от Никитина, ушла, выгналась, не знаю, что у них произошло, потому что я тогда уже с ней не общалась. Есть некое ощущение, что у Даши сейчас депрессия? Я не знаю, насколько депрессия или нет, но мне кажется, что это несчастный человек. По причине, мне кажется, ее недореализации, по причине того, что когда ты ставишь какие-то заоблачные амбиции, и они не реализовываются, тебя откидывают еще больше назад. Счастье от того, что развалить коллектив, уйти в сольное плавание, не знаю, расстаться с продюсером и так далее, я не думаю, что на этом она построила себе счастье. Я так поняла, что она еще до сих пор в отношениях с Артемом, но там тоже не очень все сладко, и все эти моменты, когда девушки уже за 35, я и про себя могу сказать, что я буду максимально счастлива только тогда, когда я стану мамой. Даша намного раньше меня еще, она хотела стать мамой еще с 25 лет. Вот если на протяжении 10 лет тебе Бог не дает ребенка, значит, ты что-то делаешь не так. Как ты думаешь, вот сейчас Маруф, мне кажется, на себя взяла вот этот вот образ сексуальности? Согласна, и я могу сказать, что по образам, по костюмам, по идеям клипа, я понимаю, откуда берутся референсы. То есть далеко даже не надо ходить. Вот мотай на 10 лет назад, и все это у нас уже это было. Ты осталась, скажем так, на улице, да, ну вот в какой-то степени, но без денег, без карьеры для творческого человека это просто, ну капец, как сложно пережить. Что ты делала? Где-то первый месяц после ухода из Никиты мне был, конечно, очень тяжелый. Я не знала, кто я, что я, зачем я. Я не понимала, почему стоит этот чемодан, почему я никуда не еду. Все, меня как будто стерли с лица земли. Я вот осталась как один в поле воин. Я тогда с подружками уехала в Египет. Я неделю просто лежала в воде, и я просила, чтобы эта моречка просто с меня все смыла. Я понимала, что мне это необходимо, и я вернулась оттуда как будто как перерожденная. Я не знала, что я буду делать, но я понимала, что у меня есть силы на что-то, и вот это вот что-то должно сейчас произойти. И как-то совершенно случайным образом я в Фейсбуке нахожу страницу, ну как бы мне выпадает какой-то пост моего первого учителя по диджеингу. Я прихожу на первое занятие, передо мной стоит космический корабль, я не помню, куда что клацать. Вот так вот, как обезьянные очки, не понимала, куда, как, что делать, пока он не включил музыку, и я не свела первый трек. И знаешь, прямо вот как энергия прошла от пальцев по всему телу, так фух, я же как зарядилась. У меня загорелись глаза, и я поняла, что вот оно. И первое моё предложение было сначала выступить на каком-то мероприятии для журнала. Я там выступила, и в принципе вот после этого у меня начались заказы, концерты. Ты стала не просто Наной, а стала диджеем Наной. Это приносит доход, вот эта сфера? Не могу сказать, что прям сильный доход. Я работаю пока в ноль. То есть у меня затраты идут. Это клипы, это виджейнг, это костюмы, это занятия на студии, потому что я до сих пор себе не купила пульт, потому что пульт стоит 6 тысяч евро, и я думаю, что лучше я буду ездить, просто брать его в аренду. Я получаю от этого огромное удовольствие. Я во время перехода из группы Армия в Никиту, я познакомилась с Русланом Квинтой. Совершенно случайно у них была встреча с Юрой, он тогда писал трек для группы Неангелы, Потому что я твоя. А мы сидели тоже с Дашей общались, и вот как-то мы так познакомились с Русланом, и с тех пор у меня с ним завязались отношения. Как сделать так, чтобы пламя любви и страсти не угасало за 9 лет в отношениях? Быть всегда непредсказуемой. Ты готовишь какие-то сексуальные непредсказуемые вечеринки для Руслана? В маске, в полосках. В полосках, да. Ой, я сдала эти все костюмы, тогда завезла в офис, и забыла это как страшный сон. Я всегда очень тонко чувствую Руслана. У нас с ним связь не только такая вот физическая, у нас с ним более высокая духовная связь. Он человек не особо романтик, то есть я не приду, а дома у меня не будет тропинка и свечек выставлена, либо там еще какие-то романтические ужины при свечах. Он этого не делает, он к этому не привык, но это же могу сделать я. И поэтому, когда это делаю я, я понимаю, что это добавляет изюминку в наши отношения, что это любовь, и вот эти чувства, которые мы испытываем друг к другу, они друг друга и подпитывают. Руслан написал трек «Совместный дуэт». С Русланом вместе? Да, у нас будет с ним совместный трек. В ближайшее время мы будем снимать на него клип, и совсем скоро его запустим на радиостанции и телеканалы. Я даже не знаю, мне кажется, что это исповедь двух сердец, я могу назвать это так, потому что это то, о чем я очень долго мечтала. Поход на танцы со звездами, как он случился? Ты была тренером и партнершей Николая Тищенко. Да. Опять же таки, я себе выбрала нелегкий путь, в том плане, что я же пошла не как звезда, если бы я пошла... Я, кстати, очень удивилась, что как ты опять смогла быть на втором плане, понимаешь? Вот этот второй план, вторая линия. Второй план, да, но это было для кого-то. Я сама себе доказывала, мне нужно было именно доказать, что я смогу. Но поучаствуешь. Мне казалось, что если я поучаствую как звезда в танцах со звездами, это будет слишком легко для меня. Ну, то есть, например, как сейчас для некоторых участников, которые занимались танцами, которые занимались бальными танцами, понятно, что эти люди танцуют так, что можно на Blackpool ехать сразу, соревнования. Я понимаю, что так было бы нечестно. Поэтому я выбрала такой вот путь. Но, честно скажу, 4 эфира на танцах мне хватило с головой. Я теперь ненавижу все проекты. У тебя ноги до сих пор болят, потому что Николай наверняка их оттоптал. Ну, ноги, кстати, не оттоптал, но я два раза с него хорошенько шлепнулась. При том, что он меня всегда держал в таких своих ручищах, я умудрилась оттуда два раза шлепнуться с него. Когда он просто вот так вот ловил меня на весу, и так я ни за что не смогу хватить, потому что я как комета шлеп, и меня уже и на паркете я размазанная лежу. Вот эта размазанность мне потом аукнулась в том, что у меня был разрыв связочки в грудном отделе. Да-то что? Да, это у меня произошло после первого эфира. И вот остальные три эфира я за ним выходила на сцену и на репетициях под уколами. То есть приезжал врач, мне делал... В груди? Ну, вот сюда. А, в грудной отдел? В грудной отдел, да, с левой стороны, вдоль позвоночника, там что-то надорвано. И он мне все время колол блокады, замораживали чем-то, что-то мне кололи, чем-то смазывали, клеили тейпы. Я ходила вся... То есть я думала, что у меня болит колено, но после танцев со звездами я поняла, что больная вся я. То есть со стороны кажется, что ты просто делаешь топ-топ, шлеп-шлеп-шлеп, все. И никто никогда не узнает, что это два месяца, ты херячишь в том зале, что с тебя стекают 29-е поты, что ты ломаешь, скручиваешь шею, ноги, руки, колени летят, все летит. Ради того, чтобы выйти на полторы минуты, как-то там показаться, и в итоге все равно ты будешь не такой, получишь низкие оценки и вылетишь с этого проекта. Это капец, как тяжело. Как ты оцениваешь этот сезон? Конфликт Санта, Смейхер? Конфликты, опять же таки, я знаю, как все это делается. Как кому что говорится, когда пишутся вот эти интервью, и как настраивают каждого из участников, чтобы он что-то сказал, чтобы это прозвучало вот так вот, и кого как сталкивают лбами. Поэтому я в эти конфликты не верю. Еще и переживать, а как же Санта переживет, что на нее посмотрела криво Мейхер, или тра-та-та-та-та, мне это даже не интересно. Танцуйте так, чтобы зритель получил удовольствие. Любовь на паркете может быть с партнером? 24 на 7, по сути, вместе. Очень сильно привыкаешь к человеку. Я могу сказать, что у нас тренировки были по 6-7 часов в день. То есть мы встречались там в 12, в 7 вечера мы уходили, расходились по домам, расползались, потому что там в 12 ночи у нас репетиция уже на паркете. И я помню, что я когда мылась в ванной, я на Руслана, я ему крикнула, Коль, принеси мне полотенце. Я поняла, что это самый эпичный, эпик фейл, который мог вообще случиться. Хорошо, что Руслан прекрасно понимает, почему так произошло, потому что я второй месяц уже неразлучна с этим человеком, и ничего, кроме как гырканье у меня с ним нету, потому что вы прям носок, потяни колено, держи меня. Ну, то есть я была как такой тренер, который постоянно что-то от него требовал. Какие там чувства? Ну, я не знаю, как в таких состояниях можно, чтобы было чувства, но постоянно у меня Коля, Коленька, Коля, 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 Николай. Как Руслан это пережил? Он открыл дверь в ванной, говорит, тебе что-то надо? Я думаю, наверное... Нет, Коль. Я думаю, хоть бы он не услышал. Ну, как бы ничего не было, ну, то есть понятно, что... Он посмотрит это в эфире, если что. Да. Я тебе желаю, как творческому человеку, как красивой женщине, невероятно энергетичной, быть счастливой во всех планах и самореализованной. Вот, чтобы ты действительно реализовала свои все затеи, все планы и мечты в карьере. Вот, ты очень долго к этому идёшь. Такой чернистый путь. Ну, и, конечно, в плане материнства, в плане семейной жизни. Ой, да. Спасибо. Спасибо тебе огромное за прекрасный, откровенный разговор. Благодарю. Всё, можно уходить, да? Друзья, мне просто затекли ноги. Подождите, про колокольчик мы забыли сказать. Нана, подожди, шпага ты тут делай. Друзья, если вам понравилось это видео и роскошные ноги Наны, над которыми она работает уже столько лет, Пожалуйста, поставьте лайк и не забудьте подписаться на канал. Обязательно. Колокольчик? Колокольчик.